Хорошо. Значит, наш доклад посвящен костной пластике дефектов бедренной кости, молоберационно-трансплантатам на сосудистой ножке. Как вы видите, при резекции первичной опухоли в области коленного сустава объем операции, в принципе, разработаны. У нас практически 90% выполняется лопластика с использованием металлоконструкции коленного сустава, полиатротеза. Небольшой процент у нас занимает сегментарные резекции по типу Богораза, но и в запущенных стадиях, конечно, никуда не денешься, иногда выполняем ампутации конечности. За период с 2006 по 2016 года на базе Иркутского онкодиспансирования выполнено 54 операции эндопротезированного коленного сустава. У нас наблюдали следующее осложнение. То есть это небольшой процент инфицирования протезов в основном в отдаленные сроки за счет травматизации оперированной конечности. И, конечно, большой процент занимала септическая нестабильность эндопротеза. Причем хочется отметить, что практически в половине случаев нестабильность сопровождалась вторичным инфицированием ложи эндопротезов. При данных осложнениях ранее мы выполняли, в принципе, два вида оперативных вмешательств – это использование пластика свободно-кровоснабжаемого лаберационным трансплантатом, либо применение каких-то металлоконструкций, либо эндопротезов, либо артродезов. И в прошлом году мы впервые попробовали использовать пластику несвободным лаберационным трансплантатом. Как вы видите, по результатам операции, которые мы делали уже повторно, при пластике свободно-кровоснабжаемого лаберационным трансплантатом, к сожалению, но тут еще связано, так скажем, набираем опыт молодых хирургов по микрохирургии, у нас и инфекционный процесс, у нас было практически в 60% случаев мы получили тромбоз сосудистого анастомоза. При операциях с использованием металлоконструкции, к сожалению, в 60% случаев мы наблюдали инфекционные осложнения. При пластике несвободным лаберационным трансплантатом осложнений не наблюдалось. Какие были причины осложнений? Это инфицирование раны, фиброз тканей в области протезного ложа и в зоне оперативного доступа, недостаток кожи для закрытия послеоперационной раны, наличие кожных свящей, использование кожной и мышечной пластики предыдущих операций, как, в принципе, ну, наверное, у многих, выполняется укрытие дополнительной эндопротезы икроножной мышцы. Анализируя результаты лечения после первичных и повторных операций, мы пришли к следующим выводам. Как вы видите, на 65 операций мы получили в 14 случаях осложнений. Это уже после первичных и повторных операций, что составило 21%. Причем, что в 4 случаях из этих 14 в последующем нам пришлось выполнить ампутацию конечностей. В случае повторной операции, ранее инфицированной раны, с использованием металлоконструкции в 100% случаев мы опять потом получили повторное нагноение. Использование для пластики свободных кровоснабжаемых трансплантатов ограничено из-за большого процента осложнений, связанных с тромбозом микрососудистых анастомозов, особенно в случае инфицирования раны. Перед нами стоят следующие задачи. Это заместить дефицит костной ткани, повысить ее регенерацию, необходимость замещения мягких тканей, возможность использования трансплантатов в инфицированной ранее, что часто не закрытой кожной лоскотом. Ну и конечно уменьшить процент осложнений. Все это возможно за счет хорошо восклинивизированного несвободного трансплататора. Хочется привести следующий клинический пример. Это пациент 1996 года рождения. Был у нас оперирован в 2011 году с диагнозом гигантоклеточная опухоль правой бедренной кости. Ему выполнено эндопротезирование коленного сустава, которое потом осложнилось нестабильностью и вторичным инфицированием ложа. В 2016 году удаление эндопротеза за замещение дефекта бедренной кости молотберцовым трансплантатом на сосудистой ножке. Методика операции заключалась в следующем. Операция выполнялась из заднего доступа. Аккуратное выделение сосудистых стволов задней большеберцовой артерии, передней и малоберцовой артерии. Малый диаметр и короткая ножка малоберцовой артерии и вены не создают достаточной мобильности трансплата, что может привести к перегибу или натяжению питающей ножки. При развороте трансплата на участке от места отхождения передней большеберцовой до малоберцовой артерии создается необходимая мобильность трансплата. То есть то, что обычно выполняется операция, то есть забор того же самого трансплата, он забирается через малоберцовые ножки, но это очень сильно ограничивает подвижность трансплата, его невозможно утянуть несколько дальше. Поэтому мы все-таки пожертвовали большеберцовой артерии, пересекая ее чуть ниже места отхождения малоберцовой артерии и на этом участке от отхождения передней большеберцовой до малоберцовой развернули трансплантат вверх. Дополнительный забор части большеберцовой артерии позволяет взять трансплантат в хорошем мышечном лоскуте, который состоит не только из короткой малоберцовой мышцы, но в данном случае нам удалось взять длинный разгибатель, длинный сгибатель большого пальца и часть задней большеберцовой артерии. В данном случае можно произвести забор малоберцовой кости приблизительно до 20 см, но в литературе я посмотрел, что там можно в принципе и больше, что достаточно для замещения дефекта кости даже с двойным трансплататором. Причем хочется отметить, что в среднем необходимый размер замещения дистального отдела бедренной кости составляет где-то от 10 до 15 см, что достаточно для забора, что достаточно для нового трансплататора. Трансплантат перемещен через окно после удаления головки малоберцовой кости и краевой эстетомии приезжающей части большеберцовой кости. Фиксация малоберцовой кости в костном ложе производилась с помощью аппарата Элизарова. Как вы видите на данной ангиографии, мы получили хорошо кровоснабжаемый трансплантат. И данный трансплантат практически у нас снабжался кровоснабжением за счет двух артерий малоберцовой и задней большеберцовой артерии. На данном слайде представлено, что это уже через 8 месяцев после операции. Мы видим гипертрофию передней большеберцовой артерии и, как вы видите, довольно хорошее кровоснабжение дистального отдела конечностей. Недостатки данной методики. Это необходимость длительной мобилизации конечностей более трех месяцев, возможное развитие спецового либо стержневого стомилита после использования аппаратов нижней фиксации и стресс-перелома трансплантата, связанного с недостаточной механической прочностью малоберцовой кости. Какие возможные пути решения? Ну, в первую очередь, это, конечно, хороший уход за пациентом, использование сдвоенного трансплантата или использование дополнительно еще артезов коленного сустава, которые можно носить в принципе бесконечно. В заключении хочется сказать, что повторное эндопротезирование использования металлоконструкции при асептической нестабильности эндопротеза обычно приводит к развитию инфекционного процесса в области ложа эндопротеза. При этих условиях наиболее оправлено использование несвободного кровоснабжаемого лоберцового трансплантата, так как не требует использования микрососудистой техники и исключает тромбоз в месте сосудистого шва. Спасибо за внимание. Вопросы будут в зале? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как оценивали достаточность кровоснабжения нижней конечности после пересечения задней большеберцовой артерии? Ведь это нигде не рекомендуется при заборе малоберцового трансплантата и вообще при операциях на ноге. Это значительно ухудшает кровоснабжение ноги. В этой ситуации было, начнем с того, что у нас либо шла ампутация у данного пациента, либо выполнение данной операции, потому что использовать свободный малоберцовый трансплантат в той ранее, которая у него была, в принципе, было невозможно. Изначально кровоснабжение наружу как-то не пострадало, то есть все сосудистые пробы сохранялись, конечность была теплая, поэтому мы все оставили. А в дальнейшем при ходьбе не было никаких нарушений у пациента, перемежающихся хромоты и каких-то других признаков ишемии? Нет. Скажите, а вот сверху отступ от головки малоберцовой кости сколько составлял при заборе? При заборе для удобного разворота, то есть получилось, так скажем, от верхнего края малоберцовой кости где-то составлял 5 сантиметров. Но вот этот участок, который шел ниже, он у нас получился оголенный. Там где-то оголение участка, если так вернуть слайд, не получится. Значит, верхний участок оголенного... Вы возвращаете, да? Ну ладно, верхний участок оголенного вот этого транспорта... Сейчас, наверное, где лучше... Вот здесь, наверное, так... Остановилось, но и переломилось. Вот вы видите транспорта, тут он переломан. Вот этот верхний участок, он был у нас изначально на операции до самого конца. Он получился частично оголенный, но так как рана заживлялась вторичным натяжением, почему мы использовали большой вот этот массив мышечной ткани, он у нас полностью лизировался. Потом мы, когда он лизировался довольно быстро, в течение буквально полутора-двух недель, и мы его уже на рентгенограммах не увидели. Вот. Потом, в принципе, то, что сохранялось уже при кровоснабжении, оно все как бы на месте. Хорошо. А вот само кровоснабжение трансплантата не оценивали после операции, потому что если высокий забор лоскута малоберцового, то малоберцовый трансплантат просто... Малоберцовой артерии кровоснабжается только диафизарная часть. Метафизарная часть может кровоснабжаться как из передней большеберцовой, так и из задней большеберцовой. Ну, здесь кровоснабжение было прекрасным за счет задней большеберцовой артерии. Мы же ее взяли несколько больше. То есть забор происходил всего вот этого участка. Получается, что трансплантат кровоснабжался как из малоберцовой, так и из задней большеберцовой артерии. Почему и кровоснабжение вот этих всех отделов, оно получилось, честно говоря, на операцию очень такой массивный, шикарный, кровоснабжение мозга. Спасибо. Алексей Борисович, я так понимаю, это одно наблюдение пока, да? Честно говоря, дай бог, что это было бы одно наблюдение. Очень не хочется оперировать после эндопротезирования, выполнять после сгибающих. Такой лоск. Пока, да. Расскажите, вот ангиограммы вы представили, это уже после операции, а перед самой операцией, перед планированием ангиография была сделана посмотреть кровоснабжение вообще ноги, чтобы запланировать такую операцию? Перед операцией... Как возможный вариант, ну да, никто не хочет, но может случиться еще такая ситуация? Перед операцией проводилась обычная ангиография и... Кровоснабжение? Да. Смотрели перед операцией, да? Лан, все, есть еще вопросы, да, пожалуйста. Пожалуйста, а сколько срок иммобилизации в аппарате? Срок иммобилизации в аппарате был ровно 3 месяца. А дефект кости? Дефект кости, длина получилась... Судя по всему, сантиметров 12-15. За это время, в принципе, можно ли генерат вытянуть аппаратом тем же? Без угрозы для кровоснабжения конечности? Ну, в принципе. Остеотомия сверху, снизу и... Ну, дело в том, что здесь еще стояла другая проблема, раноинфицированная, дефицит мягких тканей, потому что у данного пациента он сильно худой. После еще вот этих наличий освещей просто стянуть рану кожным блоскутом, там не представлялось никакой возможности. Плюс за счет вот этой нестабильности образовалась очень толстая вот эта фиброзная околопротезная капсула. И, по сути дела, то, с чем мы работали, фиброзная капсула и практически сразу кожа. Измененные освещаем. Вы выполнили очень рискованное вмешательство, которое расширяет наше знание о кровоснабжении. Честно говоря, спасибо. Ну, наверное, может оно действительно рискованное, но у молодых пациентов... Это, как всегда, операция выбора. То есть нам всегда приходится из чего-то выбирать. Но когда идет разговор либо ампутации, либо попробовать, ну, так скажем, а на авось, может и есть смысл. Спасибо, Алексей Борисович. А вось нам не нужен. Дай Бог, чтобы все было хорошо у пациента.